Так, всем привет ребят, с вами Армак. Начинаем партию против IDD. Он дает 2000, дает 2100. Башня против темницы. Забирает за 200, но мы конечно же темничку возьмем. Свет 100. А, даже так, 300 даю. 400. 500. 600. 700. 800. Ну давай 900. Он нам за сколько отдал? За 2100, да? За 2100 ровно 3000. Тогда получается мы берем себе темницу. Шакти. Золото. Он берет башенку. Плюс надо перевести золото. Минус 3000. У него будет наоборот 3000. Ну и таймер сделаем. 19 плюс 8 плюс 1, 15 наверное. Да-да-да, именно так. Ресты 1, 1, 2. Желаем друг другу удачу. 160% сложность. Правила ХВ включены. Предлагаю по 2 стэка включить. Ну и одновременный ход. Я не знаю, да когда нам одновременный ход? Давай хотя бы до 1, 2, 5 может быть. Поехали. Посмотрим, что из этого получится. Старт в подземке сразу же идет. Зато 3 стэка. А он... Кстати, а почему за Тарасара? Там же армии меньше получается. Кстати, приходит Гундула. Ну, когда такие ребята приходят, то, конечно, можно и задуматься. А не сыграть ли. Так, ну и давайте сразу же сделаем разбежку. Этого героя мы запустим наверх. Есть золото. Сразу же лесопилка захватывается. Хорошо. Гундулка, я вот не знаю. Очень хороший, конечно, герой. Тут и говорить нечего. Тут и говорить нечего. Так, 5000 тоже даем Гарпию. Давайте посмотрим. Блин, маловато золота пока что. Но уже есть как бы единственный плюс. Ой-ой-ой, какие жутко неудобные охраны. Даже не знаю, играть вот это вот или нет. Со стартом в подземке. Честно говоря, не очень хотелось бы. Ну а так, в целом, наверное, грейд троглодитов первым ходом. Под шакти они покажут наилучшую игру. Это разгончик. Ну, кстати, единичку можно и взять. Сразу же по пути и поехать. И все пробовать пробивать. Наверху, кстати, есть какие-то ресурсы. Вниз можно попробовать разбежаться. Но пока особо ухватиться не за что. С другой стороны, если мы возьмем копейщика, у нас не будет разгона. Что уже минус. Кстати, танк пришел. Есть вариант сыграть через Некрение. Более того, мне этот вариант даже нравится. Типа, едем сюда. Продвигаем Некромантию. Первая же битва по Дникрению идет. Ну, поехали. Пробуем. Посмотрим, как пойдет вообще наша Некромантия. Шестая скорость против четвертой. Семи-Вейт. Надеемся, что морали не будет. На всякий случай снимем ответочку, потому что я не знаю, что тут по урону. И, кстати, не зря снимали. Попробуем развести как-нибудь. Пока что с разводкой не очень получается. Так, подошел, да? На ударную мощь пока. На ударную позицию, точнее, пока не вышел. Решили проблему с разгонщиком. Сразу 18 скелетов. И это только первый бой. Но, дабы лучше понимать, заигрывать это или не заигрывать. Есть смысл пробежаться все-таки ниже. Ой-ой-ой, второй данжик. Конечно, заигрывать. Мне бы еще нычку найти. И я бы тогда прям вообще даже не сомневался, играть это или не играть. Да, есть проблемы с ресурсами. Да, я еще не нашел рудник, но... Немножко руды и есть. Думаю, как-то будем вытягивать. В общем, играю. Так, ну и он рестартит в итоге. Так что начинаем заново. Ладно, опять приходит три стека. Опять гарпи отстроены. В этот раз армии даже больше. Получается. Гунар, кстати, пришел. Можно попробовать тогда пересесть даже на Гунара. Если что. Сразу же дерево. Сразу же вижу лесопилку. Ну, сходу ее тогда и захватываем. Так, вот есть прокачка. Для героев тоже хорошо. Давай-ка Тераксора еще возьмем. Кстати, Тераксор тоже хороший воин. Если играть через воина. Как мы привыкли с вами делать. Так, домашняя утопа. Неплохой щиток. Плюс три. К защите. Так, ну и в целом я вижу, что можно золото собрать справа. Еще один герой. Зубин. Или все-таки Гунар. С логой. Шакти или Гунар. Кого качать будем? Что-то много родных героев. Вам так не кажется? Еще и баллиста пришла. Шакти или Гунар. Может попробовать все-таки за Гунара? Все-таки темп здесь очень важен. Давно не играл за Гунара. Давайте попробуем. Хотя бы ради интереса. Тем более игра фановая. Так, еще золотишко. Это тысяча стоит. То есть купить еще одного героя мы можем себе позволить. Что же, давайте купим героя с баллистой. Почему нет? И баллисту попробуем сразу же и передать главному герою. Отлично. И находим, по сути, с вами рудничок и нычку минотавров. Но опять же, это слишком хорошо, чтобы это не играть. Такое надо заигрывать сто процентов. Опять пишем сопернику, что играем. Так, каменный глаз строим. Нет, сходу. Нет, давайте в бихолдеров попробуем выйти. Так, отлично. Соперник без рестартов. Так, начать заново. А почему не начинается? А, все, пошло. Пф, что за тормоза такие? Кучу раз нажал, пока оно все-таки сработало. И, кстати, главный герой пришел. Ну, когда приходит тазар, как через него можно не сыграть? Обидится же. Так, тут можно поехать попробовать отбить сразу же золото. Причем это можно сделать даже домоконом. Тазика не хочется откликать на такие вещи. Садись. Так, грейд троглодитов будем с вами сразу делать? Наверное, да. Да, наверное, есть смысл в грейде троглодитов. Или глаза. Нет, нет. У нас много троглодитов. Их грейдим. Именно так. Золотишки мало, конечно, но... А, с ADD связь была потеряна. Понял. Потому мы и не могли с вами начать. Так, ладно. Шакти едет проводить первый неприятный бой. Грейджиного стека не оказалось. Повезло. Ну что ж, в таком случае это битва проще простого. Просто ваншоты. Первая скорость. Попытка как-то их разделить, может быть. Нет, они пошли. Минус. Минус. Все. Вот и вся работа. Ну, отлично. Шакти остается на разгоне. Мы с вами таким образом заработали еще на одного героя. И тоже, кстати, денежный герой. Что не может не радовать. Кто там у нас еще? Хуху, еще и с самоцветами. Я смотрю, у нас тут два золотых, один с самоцветами. То есть, намек на то, что с экономикой не будет проблем. Но, правда, элитных стрелков придется как-то пробивать. 20-49. Ну, первый такой негативный момент. Из имеющихся. Плюс мы к лесопилке еще не добрались. Вправо, судя по всему, тоже блок. Но начнем, наверное, со взятия склепа. И в зависимости от того, как этот склеп возьмется, мы тогда и будем с вами принимать решение. Играть или не играть этот расклад. Может быть, шакти с тактикой тогда попробуют их ломануть. Так, вы становитесь справа. Вы по центру. Ну и, собственно, единички, да? Куча единичек. Так, быстрых никого не берем. Пробуем. А, так тут можно обойти. Может быть, не все так даже плохо. Колесопилка разблоченная. По центру. Ну, поехали. Уэйт. Угу, понятно. Давай вниз. Минус скелеты. Уэйт. А Джор съедается, конечно, на раз-два. Минус. Минус. Приходится потерпеть. 1500. На еще одного героя все-таки не хватает. Старт в 4 героя в общей сложности. Что, тогда может с грейженами гарпиями полезем? На элитных стрелков. Отвечаем ему так же. Хороший щиток, кстати. За сверхсильной охраной. Ну, и вот теперь принимаем решение. Играть, не играть. Как думаете? Случайно так нажал. 20. 49. Ну, их около 20. Около того. Старт всего лишь в 4 героя. Но зато есть ипотазар. Там башенка. Нужны ли нам вот эти вот начальные потери. На следующий ход надо тогда грейдить этих ребят. 2 серы, 2 кристалла. И тысяча. Это у нас тоже имеется. Ладно, надо и плохие расклады тоже разыгрывать. Пановая игра, как-никак. Играем. Поехали. Давайте посмотрим, как там дела шли. Ну, героев у него было больше, плюс некромант пришел. Это, конечно, очень и очень здоров с кем. Но для него, не для нас. Как насчет сбегать, забрать еще один склепик, может быть. То есть, это оставить здесь, может быть. Ящеры. Не знаю, может быть справа. Хотя, блин. Тут можно натворить на самом-то деле делов с этими склепами. В идеале, чтобы шахте эти склепы собирал. Давайте грейдить. Как бы там ни было. И уже с грейдженами тогда пробовать что-то пробивать. Волшебная стрела хорош. С этой стороны ничего интересного. Костер можно отбить, но не более того. Ладно, дамакон, забирай тогда все. Отдавай. И продолжай проводить разведку. Шакти забирает гарпий. Заезжает. Все это дело грейдится. Двенадцать. Так. Ну, троглодитам придется. Очень нелегко в этом бою. Поехали. Меня устраивает. Потери более-менее. Шакти расчищает дорожку. Передает остальных. Которых можно сформировать в отдельный стэк. Сопротивление в игре против башенки. Ну, кстати, может помочь. Наверное. Возьмем на всякий случай. Так. Еще один блок. Поэтому ехать можно только влево. Ну, тогда так и поедем. Но по пути при этом стараясь пробивать все подряд. Нам все ресурсы будут нужны. Без исключения. Поехали издеваться. Пятая скорость. Попробуем отдать единичку. Он специально под нее даже стал. Мы тем временем еще их ослабим. Дальше нам нужно будет подставить еще одну единичку. Поэтому он должен будет под нее тоже стать. А мы станем где-то повыше. Нет. Сразу же пошел вперед. Мудрость берем. Не отходя от кассы. Еще немножко кристалликов по пути надо отбить. Конечно же мы хотим догнать. А как же. По-другому просто никак. Как тут не подставиться. Двойной удар снизу пойдет. Ладно давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это капец. Давай сюда вниз. Подходим. Ну все. Можно наверное и троглодитами выходить. Все без разгонщика. Продолжаем играть также в четыре героя. Плохая разбежка. Проклятие. И видим блок. Зато. Кстати консерваторию нашли. Так что у нас какие-то негативные моменты чередуются с позитивными. Стрелочки у тебя нету. В плане отстройки поехали дальше. По накатанной. Попробуем выйти в минотавров. Ну если что единичка мы ему отдадим конечно. Причем на выбор любую. Сразу же земля. Тоже хороший момент. Налетчики. Что ты будешь делать? Давай назад. Ну что минус одиннадцатка. Гарпий вскрывать нельзя. Минус четыре. Все равно меньше чем они хотели в итоге. Только не говорите что это будет в итоге проход к сопернику. И я все это дело пробивал зря. Так ну кристалликов и так куча. Поехали золото собирать. Что-то тут охраняет. Но непонятно что. Так. Так. Едем дальше. Там вроде так же Тарасары качается. Вроде так же. Так. Мне надо определить куда же ведет эта дорожка. В правильном ли я двигаюсь в направлении. Потому что лично у меня есть сомнения по поводу правильности. Продолжает плестись. Ну кстати скорость за нами. Наверное траглодитов можно и не закрывать. Ну разве что моралька. На случай моральки там как-нибудь можно прикрыться. А так в целом думаю что нет. Ой 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 ой. Тут ответку надо было снимать. Что-то я уже совсем. 7 траглодитов на ровном месте. Так нычка гарпи имеется. Попробовать ее типа отпорталить. Или как. Ясно. Нычка траглодитов. Которую не будем с вами спешить брать. Ой ой ой. Как хорошо то по консерваториям насыпало. Ну вот это я уже понимаю раскладец. Вот тут я прям уже понимаю что это даже можно как-то интересно разыграть. Попробовать. Мастер гремлины. Мешаете вы проходу нашему. Отлично. Все ради прокачки. Тоже шестая скорость. Они как-то. Хотя единичками. Берешь вот так вот единичками закрылся. Гарпи главное успеть убрать. И в принципе нормуль. Хорош. Шакти мы сюда запустим. По золоту я никак не могу выкрутиться. Но худо-бедно успеваем отстраиваться. Так что сойдет. Так ну что ж. Подбираем золото. Больше тут задерживаться пожалуй нет смысла. Хотя можно сбегать за деревом. Дамакон в таком случае поедет выше. Вот мы нашли кстати еще один выход. Блин и опять блок. Да ладно еще одна нычка. Охраняемая. Орки что ли. Ладно мы находим много золота. Блин ну и куда мы плетемся. Нет все таки это не путь к сопернику надо отметить. Какая то другая зона. Вторичка. Так называемая да. Блин пробьем ли мы их этой армией. Ну как минимум надо попробовать. Надеюсь что грейджиного стека там все таки нету. Опа. Пятая скорость против пятой. Ну что я одну единичку тогда подставляю сразу. Одной буду снимать ответку. Хорошо. На всякий случай снимаем ответку. И не зря. Мы слишком мало урона наносим. Прям вы не представляете насколько. Хорошо. Хорошо. Подставляться под всех тут ну никак нельзя. Надо бежать гарпиями. Тут наверное есть смысл сразу же врезаться. Какая боль. Продолжаем верхних также водить. Да уж не простой. Не простой бой. Давай сюда. Давай сюда. Просто капец. Просто капец. Так. Страховка кстати работает. Значит что надо отбегать. Они продолжают страховать. Ладно. И наконец-то ловим оружие. И кстати там блок. Ай. Блок. То есть я сюда тупо не проеду. Надо просто разворачиваться и ехать назад. Ладно. В этом случае нам нужна цепочка. Не понял. Нам немножко самоцветов не хватает. Да. Для этого у нас есть специальный гость. Которого тоже надо ставить в цепь. Дома кончика тоже можно вернуть. Что у нас в ближайшее время по золоту? Вот тут можно попробовать отбить. Еще одного есть смысл покупать героя. Пусть это будешь ты. Ты сразу с разгоном. 4 тысячи по золоту надо. То есть купаться нельзя. Да. Хотелось бы просто созерцателей докупить. Но если их докупать. А мы не вывезем по золоту. Если их покупать. Капец. Может быть рынок тогда поставить. Минотавры в замке, кстати, уже не стоят. Наверное, лепим рынок. Он уже и город забрал. Красавец. Не удивлюсь, если здесь. И там вообще стрелков надо будет бить. Не стей манесча. Не стей манесча. Чуть-чуть кристаллов. Так. Проблема в том, что по мувам мы тут вообще никак. Ладно. Надежда на Шакти. Растаяла. И здесь тоже растаяла. Все. Вот. Если бы сюда пошел, нашел бы немножко золота. Ладно. Надо выстраивать цепочку. Перебрасывать армию на следующий ход отсюда вообще. Кстати, костер. Костер. Это наш шанс. Если здесь не пробиваться, ну тогда я вообще не знаю. Шестая скорость против пятой. Все, конечно, капец, насколько сильно уязвим. Тут нам часто придется играть по принципу «подставь что-то», чтобы к тебе подошли. Так. Тут надо вот эту вот единичку подставить. Да. И все, растягиваем цепь. Как же я не люблю такие длиннющие дороги. Но нас никто не спрашивал. Самоцветов тоже по пути не видим. Это все посещал еще Шакти в свое время. Что, через Алибарщиков, наверное, тогда будем ехать. Пробиваться будем Домоконом. Кстати, Троглодитов надо было забрать. Оставайся на разгончике. Цитадельку, да, вставим. Отвратительная отстройка города. Просто отвратительная. И по нычкам сдало, но как-то мы золото не реализовываем с вами. Это седьмой день, кстати. Не спешим в таком случае. Саурук. По идее, по идее, ты должен успеть забрать вот это. И передать армию. Отлично. Вот это уже срослось хорошо. Ларелейка, в свою очередь. Ой-ой-ой. Ой, мы же забыли с вами про пробивку ГОК. Ой, капец. Как мы собирались довозить, это нормально. Ну, просто с поднизу мы точно не довезем. Поэтому придется подсливать армию. Ну, где-то так, да. Где-то так. Можно попробовать Октавии и пробить еще здесь чуть-чуть. Армия. Нет, не Саурук. Как же нам тяжело все пробиваться. Очень тяжело дается. Чуть-чуть вниз. Пропускаем уже сразу же удар. Так, закрылись. Вот тут под удар придется хотя бы одну единичку, но отдать. И еще и Моралька. Целых восемь потеряли в общей сложности. Ну, и кстати, чтобы стали Минотавры, вот тут мы не подбирали еще Мистический Сад. Может все-таки не драться сверху, а попробовать выменять золото. Я думаю, что выменять мы сможем. Уж это вроде как не сложно. После чего попробовать снизу пробиться. Ну что, Октавия едет сюда. Дамакон. Тогда все это дело забирает. Ну и давайте хотя бы бонусы отсюда заберем. Я без понятия даже, что мы еще можем интересного сделать. И расклад От такого, что возможно придется разбивать Тазара, чтобы ехать проверять ситуацию, да? 4 тысячи. Строится лабиринт. Лабиринт в Цитадельке. Хоть что-то. Так, мы можем наменять еще золото и скупить немножко Гарпи. И именно таким образом немножко компенсировать все те проблемы, которые у нас были до этого. Ну, несущественно, конечно. Реально несущественно. Ну, пожалуй, все. Ужасная игра. В раскладе, где не лучшие дорожки, но в целом-то играть можно было. Проигрываем башенки по темпу. При этом, не взяв ни одного рестарта, надо же. Продолжение следует... Так, ну, в склеп лезть с такой армией не очень, наверное, хотелось бы. Шакти начнет с таких вещей и станет на нычку. Дальше. Тазара надо разбивать, но тогда не хватит на скупку. Берем здесь еще чуть-чуть золота. Так, так, гладитов нам еще принесли. Семь минотавров. Я не знаю, как это разыгрывать. Вот серьезно. Лежать, брать дальний склеп и проверять концы. ХЗ. А если перезапишу героя, который с армии пришел? Тоже приятного мало. Кстати, Шакти, особо-то тебе тут спешить, наверное, и не надо. Можно же сбегать за самоцветами, опять же. Наверх. Или может пока копить тем, что есть, а Тазаром просто бежать на своих двоих. В этом случае, по крайней мере, наш герой не просадит экономику. Что мы верно и сделаем. Дамакон в таком случае забирает проглодитов. Попробует передать на Октавию. Октавия на Лорелэй. Лорелэй. Вот так. Лорелэй в таком случае заезжает в город. И попробует все это дело улучшить. Ну, уже на следующий ход. Пока просто, что остается на разгоне. Ничего не строим, ничего не покупаем пока. Ох, как же тяжело игра идет. Не очень, конечно, любим мы такие игры, где приходит... О, еще и озеро. Где нам приходится просто выживать, а не показывать какую-то скиллушку, но... На СН-ке такое в порядке вещей даже. Будем надеяться, что тогда хотя бы повезет с консами. И каким-то образом возьмем их, может быть. Тазар, кстати, нигде не достает. Опять. Надо же. Ну, что, грейдятся троглодиты. Грейдится гарпия. Синь минотавров, да? Их улучшение дорогое, кстати, за 3000 аж. Ну, оно того стоит, конечно. Оно того реально стоит. Надо ехать брать склеп. Причем, брать не главным героем. Что побольше троглодитов, тогда, наверное, набираем, чтобы ударная мощь внутри была более-менее. Так, двоечку где-то справа. Может быть, снизу слева тогда даже стать. Пятая скорость, да, да, скорость. Давайте как-нибудь вот так, наверное. Ну, попробуем. И стать толком негде. Давай сюда. Минус. Тебя задержим. Минус. Ясно. Ну, немножечко золота хотя бы взяли. Уже хорошо. Так, Домокон. Почему бы тобой не попробовать съездить сюда? В надежде на хорошую концу. Давай наверх. Вейд. Ну, вот как-то так. Вейд. Ну, и дальше они пошли внести единички. Что нас с вами, конечно же, вполне устраивает. Дальше. Дальше. Попробовать тебя подверг. Кстати, щиток можно попробовать пробить. Делаем так. Так. И поедем бить щиток. Октавия в таком случае больше пригодится дома. Саурук, в принципе, продолжит в том же духе бегать, заниматься собирательствами. Все по-старому. Так. Саскупочками с вами пока не спешим. Как насчет еще гарпий. На следующий ход решим, кого покупать. Так. Ну что. Проверяем. И единичка. Ну, а раз конца единичка, то мы ее можем попробовать сразу взять. Даже этим героем. Становимся тогда по центру. Делаем кучу единичек. Так. Шестая скорость. Поехали. Предлагают отдать почти всех. Тут важен момент, а кто же первый будет ходить. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Надо подумать. Давай снизу. Ай, блин. Все-таки наверх надо было вставать. Ладно. Минус гарпии. Так и быть. Вейт. Вейт. Но опять же подставляться нельзя. Так. 23 хп. Все равно минусуем. Ладно. 30 отдали. Ангел есть. Ногашники, наверное, пока рановато брать. Но типа срезать путь почему бы и нет. Передаем армию сюда. Так. Насчет скупочки. Троглов маловато. Может быть добрать. Или бихолдеров все-таки. В общем, 15 бихолдеров или 40 троглов. Я думаю, что 40 троглов может даже интереснее будет. Причем даже больше. 47. 47, да. И получается в сторону консерватории хотим выглянуть. Давай так. Даст получается. Едет сюда. И вот у вас уже сотенка. Так. Ставим тазик. Которому R-L-A подвозит армию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КИКИ И, кстати, опять надо разгоняться, либо ехать сюда. У РЛИ особо мухпоинтов-то и нет. Давайте все-таки съездим сюда. Когда есть ангелы, какие вообще потери. Экспертные доспехи. Разгоняющая Варлэйка, кстати, на ангеле. Плюс один защита дает. Давай сюда. Подобрали. И, кстати, серу забыл подобрать. Ну, а в остальном вроде все. Хотя у нас есть еще один герой. Или мы все-таки будем что-то подкупать? Ну, мне слабо верится, что мы будем что-то подкупать. Думаю, больше пользу будет еще одном разведчике. Причем в выбранном нами новом направлении. Так, быстрый ход. Быстрый ход. Так, взяли. Ну, что, это на ангелочке должно пробиваться, я думаю. Отлично. 20-49 зомбей. Тут надо подумать. Давайте сойдем. Кстати, домокончик. Было бы неплохо подвести щиток. Это проход к сопернику. Капец. Это опять не то направление, которое надо. Поджерелька скорости. Поджерелька скорости. Ладно. Пришло время, наверное, префектуру влепить. Потому что я не вывожу этот расклад. Слишком бедный. Насчет тебя вообще тоже непонятно. Ну, что, вот это тогда единственный адекватный вариант. Получается. С большой долей вероятности. Еще одна нычка троглодитов, кстати, есть. 189. Так, ну, консочка. Какой у тебя размер будет? Не вижу. Тоже единичка. Ну, значит, тоже берем. Поехали брать вторую единичку. Задерживаем один стэк. В тупую главное не подставляться. И все. Подвинули землю. Уже два ангела. Разгоняем. И все. Ход передается далее. И опять я ходил дольше. Ну, первую неделю он дольше отхаживал. Теперь уже я. Плетусь тут, так сказать. Кстати, 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 кстати. Ну, видится хорошим вариант. Если мы попробуем вывести армию сюда. Дальше домокон. Дальше домокон. Пробивается здесь. Отлично. И пробивается здесь. Что тоже отлично. После этого армию забирает Октавия. И отвозит назад на Тазара. Но очень плохо, да? Да. Как-то и правда очень плохо. В таком случае Тазар должен сделать шаг вбок. Даз должен забрать армию. Давайте одну гарпию. Хотя, в принципе... Не, да. Одну гарпию берем. Эти, в принципе, можно не трогать. Оставим под разбивку. Возвращается армия. Полезем брать хлеб. Хлоп. Хлоп. Почти. Вот так бы можно было и без потерь попробовать даже. Так. Далее алибарщики. Кстати, проход на болото. Тут же рядом. Соточка. Ну, поехали. Ладно. Соточка, так соточка. Проход в подземочку. Это, кстати, тоже болезненная пробивка. Все, ты тоже давай сюда. Давай, может быть, домой. Шаг тем, что делать с ним. Пятый день. Не туда, не сюда. Может быть, оставайся снизу даже. Грейджиный лабиринт. Может быть, гарпиат порталится даже. Сложно сказать. Следующий ход. Да уж, соперник залез в концу без проверки. Но нам в этом плане больше повезло. Так. Ну, первая победа, конечно, ни о чем была. Пробуем еще раз тогда. Так, ладно, СМочка, Элька, с подземочкой. Средние быстрые дороги. Намедленных не хочу. Хорошо. Так что ждите следующую партию.